В 1722 году в России впервые был учрежден пост генерал-прокурора. В Краснодарском крае сейчас за порядком следят 1200 сотрудников надзорного ведомства. С праздником их поздравил губернатор Кубани. Венемин Кондратьев отметил принципиальность, с которой прокуроры защищают права граждан. Ни одна жалоба, ни одно обращение жителей нашего края не осталось без внимания. Более того, мы провели ряд личных встреч с жителями, со всеми, кто обратился за помощью в прокуратуру или в органы власти и вместе попытались найти разрешение ситуации. И помочь в том или ином вопросе, который порой не решался годами. И здесь очень важно, чтобы мы вместе с вами были непримиримы ни к каким коррупционным проявлениям, неважно в какой сфере они находятся или есть. Начиная от глав поселений, муниципальных образований, краевой администрации, заканчивая всеми сотрудниками любых правоохранительных органов. И сегодня все понимают, что договориться не с кем. И когда у всех одна позиция, то мы имеем один большой результат. А вам, коллеги, упорство, мудрость в принятии решений, человечности и доброты в общении с людьми. Вот, коллеги, равнодушие. Вот это мы должны полностью искоренить из своих рядов. На системной основе пресекались нарушения при использовании государственного и муниципального имущества, переспределение земельного фонда, осуществление закупок. В зоне постоянного внимания находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства, бюджетного, антикоррупционного законодательства. Главное – это каждодневный нелегкий труд наших сотрудников. И, конечно, тесное взаимодействие с органами власти края. В прошлом году прокуратурой края выявлено более 800 коррупционных преступлений. Также правоохранители в «Синих кителях» помогли погасить 740 миллионов рублей долгов по зарплате. Благодаря прокуратуре на новый уровень вышла и работа с обманутыми дольщиками, подчеркнул председатель ЗАГС собрания. У законодательного собрания Краснодарского края сложились уже давние конструктивные взаимоотношения с прокуратурой Краснодарского края. Уверен, что и впредь наше сотрудничество будет таким же плодотворным. Впереди у нас целый ряд значимых событий. Это выборы президента Российской Федерации, чемпионат мира по футболу. Нам предстоит большая работа и убежден, мы достойно справимся с поставленными задачами. Сегодня во время праздника приняли присягу и молодые сотрудники надзорного ведомства. В назидание каждому из них подарили Конституцию России и Кодекс этики прокурорского работника. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.